Во дворах Люберчан могут появиться контейнеры для раздельного сбора мусора. Что принесет жителям это нововведение, обсудили в администрации городского округа. В зале заседания администрации обсудили тему разработки внедрения технологии раздельного сбора мусора. В беседе приняли участие руководители управляющих компаний, председатели ЖСК и представители ТСЖ. Это работа целевая, каждодневная, постоянная и упорная достаточно. Уже в ближайшее время сбор мусора будет проходить по принципу деления на грязные и чистые. При этом схема распределения такова. К грязным относятся пищевые и растительные отходы, а к чистым – бумага, стекло и небольшой металл. Также планируется установить сетчатые контейнеры для чистых отходов. Каждая управляющая компания должна утвердить, согласовать в администрации каждую контейнерную площадку, где она стоит, что на ней находится, что там происходит и сроки установки. Кроме того, Владимир Ружицкий отметил, что контейнеры должны быть ограждены с трех сторон, обеспечены необходимым освещением, описанием предназначения, а также иметь асфальтные или бетонные подходы к ним. В данное время ведутся переговоры о их закупке и установке на территории Люберецкого округа. Администрация возмещает покупку контейнера в отношении 50, финансирует за счет местного бюджета и 50% за счет управляющей компании. Средняя стоимость одного контейнера примерно 18 тысяч. Сергей Чувашов добавил, что старые контейнеры убирать не будут. Их оставят для сбора грязного мусора. Помимо вопросов утилизации бытовых отходов, особое внимание на совещании уделили подготовке к субботникам. В настоящее время к участию в них привлечены 34 управляющие компании и 43 ТСЖ. Также к массовым уборкам пригласили образовательные и муниципальные учреждения. Мешки, грабли, перчатки, краска. Также проводим текущий ремонт детских площадок. К чаепитию все готовы. Управляющие организации на своих территориях проводят чаепитие, развлекательную программу для жителей. Также на сайтах управляющих организаций, во дворах, на стендах, подъездах вывешен адресный перечень проведения управляющими компаниями субботников. Также график выдачи инвентаря. В этом году на субботниках ожидается участие более 40 тысяч жителей. Напомним, в 2017 году Люберецкий округ убирали около 29 тысяч человек. Мария Антонова, Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.